Оу! Сделано в Редбарн. Всем привет, меня зовут Арсений Ростов. А меня Юлия Купер, и вы слушаете подкаст «Люби и катайся». Подкаст о том, как мы живем с нашими автомобилями. Мы поможем разбудить своего внутреннего петралхеда больше узнать об автомобилях, индустрии и людях, которые ее создают. Спонсор сезона – торговая марка автохимии и автокосметики «Элтранс». Ну что, всем привет снова и снова мы, снова я, снова Юля, «Снова люби и катайся», снова, снова, снова новая тема. Да, новая тема. Мы как любили кататься, так и любим кататься. И сегодня решили поговорить об иконах. Иконах. Автомобили, которые мы знаем, любим, узнаем из тысячи. И вот это вот все. Смотри, я притащила три статистики. Чтобы ты понимал, сейчас надо просто врубиться, с чего начнем. У меня, значит, есть культовые тачки 20 века. Это вот прям иконы-иконы на колесах. Дальше у меня еще есть потенциальные иконы будущего. И также есть статистика по машинам для миллионеров. Самые популярные в России автомобили дороже 100 тысяч долларов. Прекрасно. Мне очень нравится. Я только за. Но на самом деле, первая тачка, которая является иконой вообще для всех в нашей стране... Догадываешься? Ну, по моему личному мнению, да. Да, конечно. Классика. Наша отечественная вазовская классика. В мое время, когда я получал водительское удостоверение, мне все говорили, что ты, если умеешь ездить на классике, ты умеешь ездить на всем. Вот, собственно. Сейчас, конечно, уже не все кандидаты-водители при получении водительского удостоверения смогут поездить на классике. Но я до сих пор, когда вижу в идеальном сохране какой-нибудь Капиндос, да, с колпачками, с этими хромовыми такими... Ах, молодец! Молодец! Я открыла свой рейтинг. Свой, не свой. Мировой рейтинг. Мировой. Да, икон 20 века. Потому что мы не можем о них сегодня, естественно, не вспомнить и не рассказать. А можно я буду угадывать? Давай. Ford Model A. Почти. Первое место. Ford Model T. А, Model T, да. Да, да, да. Это первое место. Я, как всегда, буду показывать картинки Арсению. Выпускался с 1908 года по 1927 и стал классикой, конечно. Собственно, это та машина, с помощью которой Ford пересадил Америку с коней на машины. Это та машина, когда Ford говорил, Генри Форд, что машина может быть любого цвета, если он черный. И это первая тачка, на которой пробовали конвейер. И когда она стоила в те времена 500 долларов, ну тогда это было прям очень и очень дешево, да. Если посмотреть на органы управления этой машиной и как ей ездить сейчас, в 2024 году, спустя 100 с лишним лет, да, как она вышла, ты такой смотришь, думаешь, как вообще страдали на этом люди. Но, с другой стороны, мы представим ситуацию, да, 100 лет назад, даже больше, чем 100 лет назад. Ну, это же, ого, ничего себе. Да, естественно, Арсений абсолютно прав. Это первый массовый автомобиль, который стал доступен для широкого количества пользователей, скажем так. Пользователей, да. Да, да. А что еще? Какие у тебя ставки? Следующая какая будет? Ну, может быть, не важно, там следующая, да, просто какая-то ИС. Ну, Жук, куда же без него. Второе место, реально. Пользователь Жук, да? Да, да, он мой любимчик. Жук на втором месте, выпускается с 1938 года по 2003 точно, потом что-то там, оп, перерывчик, и вот снова здравствуйте. Ну, с 1938 года он не совсем выпускается, там есть все-таки история, что, как бы, да, ну, там была собрана первая какая-то партия, а потом мы сами знаем, что произошло, да. Вообще, знаешь, да, эту историю, что после Второй мировой войны завод Volkswagen вместе с Жуком должен был отойти разным странам по репарациям, и сначала приехал Форд, и мы такие, хотите? Он такой, вот это? Нет, не хотим. Потом, по-моему, британцы приезжали, они такие, типа, Магна, по-моему, или кто-то еще, не помню точно. Такие, забирайте в заводик, смотрите, вон там модельки какие-то есть, они такие, не, не будем. И в итоге ребята после Второй мировой войны наладили производство, собственно, в итоге оставили это все в Германии, и потом, когда в 50-х годах Жук повалил в Штаты и начал очень там хорошо продаваться, вот тогда-то в Фордей вспомнили решение десятилетней давности о том, что, ой, зачем нам вот эта вот повозка, да. Это же тачка Порше все-таки, ну, это самый базовый, самый первый Порше, каким Порше мог бы быть, но не стал. С Жуком вообще история, на самом деле, друзья, очень классная, я бы всем бы рекомендовал бы ее узнать. Да, сто процентов. Мы какими-то вбросами постоянно к Жуку возвращаемся, но, тем не менее, если у вас есть на это время и желание, то потратьте, изучите, там просто пушка-бомба-ракета. Культовая тачка. Да. Я думаю, что еще один Volkswagen, это Т1, который, собственно, пати-ба, ну, это, в общем, бусик, который, когда мы вспоминаем, как эта эпоха 70-х-то называлась, хиппи. Да, 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 собственно, вот, пожалуйста, этот Volkswagen. Его здесь нет, про Volkswagen забудь, но, да, я здесь не могу с тобой не согласиться. Еще есть какие-то версии? Ну, все поникары. Ну, Mustang, куда же без него? Конечно. Да, есть, есть Mustang. С дыханием слышишь. Да, Ford Mustang, естественно, с 1964 года он выпускается, и по настоящее время, и это уже тоже классическая классика. Простите мне эту автологию. Технически, конечно, такой ужас был вообще, но очень, и опять же, очень, и появление, история появления Ford Mustang тоже интересная. Это же не маслкар, это поникар. Да, да. Да, да. Я, кстати, моя любимая версия Mustang, это Boss 302 69-80 года. Да, вот, не Shelby GT500 обычный, да, вот именно Boss 302, он прям, по мне, так, самый-самый прекрасный. Первое, второе поколение, если так можно было называть это все дело, этих Mustang в третье из-за топливного кризиса потом вообще превратилось. Непонятно, что, когда в 2000 каком-то году, по-моему, третьем, показали, первым, показали вот этот новый концепт уже пятого Mustang, который уже дедушка Mustang, по факту, да, все такие, а вы реально это выпустите? И Ford такой, а мы реально это выпустим, и выпустили, и все классно, но технически, господи, какой же это же, какой же это, ну, вообще не спортивный автомобиль ни разу. Ну, там сзади балка. Ну, то есть он очень простой, очень простой, очень этим классный, и ты же знаешь, да, что там, если мотор меньше трех литров, то это малолитражка считается. Вот, к сожалению, да, очень хочется эту тачку, но я понял, что вот все, я начинаю оскуфливаться каким-то образом, да, потому что, когда я смотрю на свою мечту в виде Ford Mustang и понимаю, сколько она стоит, и что за эти деньги я могу себе очень нестыдного немца купить, который будет ехать быстрее. Ехать намного лучше, по качеству будет намного лучше, да, это не будет культовая тачка, это всего лишь будет Audi RS4, там, и Avant какой-нибудь, но зато, понимаешь, да, вот у меня Mustang, Audi RS4, они стоят примерно одних этих же денег. И я такой, ну, как бы, да, да, Mustang напрямую прям классно, там, поворот начнется, все, пока. Ну, как бы, и представь себе ситуацию, ты, парниша, приезжаешь куда-нибудь на Mustang или на Audi RS4, половину людей даже не поймет, что это какая-то спортивная машина, что за университет, ты же с огорода приехал, что ли, а я такой, а я уже на серьезных щах думаю, что, ну, вот, дайте мне, пожалуйста, вот эти количество денег, и я пойду, куда, вот, я не знаю, за что я отдам свои бабки, но правда, вот уже все, уже. Так, а туда же, собственно, это же, ну, Mustang это поникар, да, потому что маслкар можно назвать только заряженные какие-то версии, туда же, Pontiac, ГТО, что у нас там, скажи мне, Chevy Cobra, нет, господи, Corvette, Cobra. К Corvette мы еще вернемся сегодня. Этот, скажи мне, Camara, куда же без нее, Thunderbird, по-моему, Ford, Turin, ой, сколько там всякого. Вот на третьем месте в списке Chevrolet Corvette, да, и я такая, серьезно, с 1953 года по настоящее время тачка выпускается, вот, ну, симпатяга, конечно, что уж там скажешь, тоже уже такая прям тачка-тачка, которую узнают, поймут, определят, наверное, 9 из 10. А 911 на каком месте? Финалочка, 911, 64 года выпускается, тоже красотулька-красота, та-та-та. Да, да, у нас есть, да. Не узнать невозможно. Слушай, ну, туда же, я так понимаю, Lambo, а какая-нибудь Miura, например? Ничего подобного. Ламбо нету? У нас осталась последняя стачка в этом списке, все, никто не перебил вот эти вот пять уже названных нами, и вот есть еще шестая машинка, и все. Только не говори, что там Гелендваген. Нет. Хаммер? Нет. Феррари? Нет. Ну, сейчас. Ситроен ДС. Моя любовь. Купер? Конечно, да, да, это мини-купер, выпускается с 1959 года по настоящее время, Моя любовь. Куча поколений все дела. Да, да, да. А как же буханка? А нету, прикинь. Ты что? Это же вот эта машина, которая уже 70 лет с чем-то выпускается, без практически каких-то кардинальных изменений, а? Да, в свой рейтинг мы буханку точно заносим, скажи, Арсений, в смысле, ребят, алло. За 20 миллионов рублей? Да. Ты что? С этим прекрасным салоном, с герметиком, с металлом пожеванным? Ммм, кайф. Дайте две. Злой я человек. Ладно. Если вы... А слушай, мне странно, что там нету ламбы. Ну, это же ламба. Ну, камон. Минюра то же самое. То есть, да, да, много выше перечисленных тобой тачек почему-то не попали в этот список, но, тем не менее, они тоже иконы. Ну, гелик, ладно. Гелик, вот смотри, гелик сейчас появится у нас в списке потенциальных будущих икон. То есть, пока к ним присматриваются, но то, что вот он уже вот практически вот в этом топчике, это 100%. Хорошо, а Defender, Defender, который же... А, подожди, а Land Cruiser, извините? Ну, погнали по этому списку быстренько. Значит, что там потенциальных будущих икон, да, которые вот еще чуть-чуть и все. И прямо... Печать поставим. Это Honda Civic Type R. Да, хорошо. Да. А дальше поехали Камарчик. Понятно. Тут тоже вопросиков нет, я думаю, ни у кого. Кадиллак, CTS, который... До свидания. Я тоже не поняла, так что... Вообще Кадиллак. Вот и тут вопросики, попадет, не попадет, но стремится очень сильно. Еще у нас там, конечно же, классика BMW первой серии. Еще и ремочка, еще и купе. Может быть, третья серия. Там еще будут другие серии, но вот первая тоже очень хорошо себя зарекомендовала, как выяснилось. Жаль. Chevrolet SS. И я тут такая, серьезно? Ну, как будто бы, да. Ладно, ну, хорошо, допустим. И, 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 и вот Гелик туда же. Там ни Таха, ни Сабурбана, ни Эскалейда, ничего нет? Нет, нет, нет. Это все ушло, знаешь, в мой последний финальный в этом выпуске рейтинг вот этих вот машин для миллионеров, самых популярных в России, обозначим, в России, дороже 100 тысяч долларов. Гелик, Прада, Land Cruiser, X5. Все верно, все, все попадание прям в яблочку. Туда же еще отправляется Lexus LX. Это Land Cruiser, да. BMW X7. Это X5, в котором очень сильно... Да. Дальше не разрываем эту тему. Молчу, стараюсь. Range, естественно, ровер. Потом Mercedes-Benz классическая классика. Опять я сегодня буду повторять много раз, видимо, это словосочетание. Mercedes-Benz S-класса. И дальше у нас туда же идет... Гелик, мы уже сказали, ты сказал. Седьмая серия Behe. И Cadillac. Что ни одной Audi нет? Нет, прикинь. Escalade правильно говорить, да? Вот он. Правильно говорить кусок косы. Я бы так и сказала, но, тем не менее, это машинка, которая тоже к иконам стремится и, скорее всего, судя по всему, попадет. Спасибо рэперам за это, да? Да, Mercedes-Benz Maybach, естественно. Ну, куда же пусть его, да. С-класс, да. Еще Porsche Panamera. Ну, да, хорошо. Porsche. Хоть где-то вак. Хоть где-то вак. Где 911-й турбо-эз, а? Где он? И AMG GT, туда же уходит Mercedes. Пусть он вообще куда-нибудь подальше идет. Ну, какой AMG GT? Да я наврала тебе про Audi. Есть. На 11-м месте Audi A8. Не, ну, я понимаю, почему, но не понимаю. Ну, S-класс, правда, лучше. Я соглашусь, я прям рисую, да. Простите нас все. BMW 8-я серия. И что еще? Porsche 911-й, понятно. Спасибо, спасибо. А Кайман? Кайманчик там есть? Сейчас, подожди, листаю. Вот эти вот, я называю, простите, машинки для старичков. Lexus LS туда же влетел. Правда, я даже не могу представить, допустим, потенциального Арсения Ростова. За рулем Lexus. Это когда тебе 86, наверное. Но при этом, видишь, тачка рвет. Слушай, я не знаю, мне кажется, я чем старше буду становиться, тем и более идиотской у меня будет машина. Ты знаешь, я буду тем еще, наверное, Джереми Кларксоном противным. Хотя нет, ну, ладно, это же, конечно, шутки. Я и Джереми Кларксон сравнил себя. Понимаешь, какая самооценка у человека? Ягуар. Ягуар. Подожди, я сейчас со своим этим закончу и будем еще сплетничать. Я не знаю, а I-Pace почему-то вот он стоит, красавчик. Вот это вот электро... Да, 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 да. Пока. Ага. И все на этом. Все на этом. Вот 15 тачек. А как же Range Rover всех мастей? Миллионеров. Так Range Rover, ты помнишь, он стремился... Так кто Defender? А я про Range Rover, который просто... Range Rover Vogue какой-нибудь или там SVR. А я вот не знаю. Как забыли. Ивоки, 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 они вырепопила тачка. Ну, так-то да. Извините, простите. Слушай, ну, ладно, мы что-то как-то от Супер Икон ушли куда-то в неоклассику. Давай сейчас вернемся к Супер Иконам. Раз уж ты про Мерседес много говорила. Кстати, ну, А8 тоже классная тачка. Я бы, на самом деле, взял бы себе А8, если бы хотел бы себе длинную вот это черное непонятное. Куда дели А6, А4, РС, РС, РС-3, ты же вы новой. Октавия где? Не понимать. Где Октавия? Что нужно нормальному среднему мужчине в самом развитии сил? Двухлитровую Октавию на полном приводе, дайте, пожалуйста. А там еще туда-туда-сюда. Тигуан тоже. В общем, вернемся к нашим классическим классикам. Да, Мерседес-то вспомнила? Ну, куда? Ну, 124-я Ешка и 140-я Ска. Ну, куда без них? Да, да. А Волчок? Хочется, подсказать, алло, ребят, камон, вы там что вообще? Забыли. Забыли про них вообще. Как могли? Кто посмехал? Кто-то составлял? Ну-ка, дайте мне контакт этот человек. Всякие умные мужчины и женщины, они там анализировали, анализировали десятилетний опыт, много раз по десятилетним опытом, да, ты понимаешь? И вот эти тачки прорвались. Я сейчас буду просто называть название, я думаю, все мужики поколения Pepsi, да, ну, кто там, 30-40 лет, вот у всех сердечки отзовется, да, BMW E30? Да. E36-то даже? Конечно. Ну, а E60 с V10, которая МК была, ну, ты что? Ну, да, дизайн, конечно, на вкус и цвет, да, но по технике окей. Опеляхи тоже обидели на секундочку. Опеляхи пошли, вот пусть там и сидят обиженные. Ладно, хорошо. Да ну, камон, ну, я все прекрасно понимаю. Ну, камон, камон, а вот ты едешь, смотришь и до сих пор там, каждая третья тачка это Opel. Да ну нет, да ну нет, это слава богу. Ну, слушай, я к Opel отношусь никак, просто потому, что, ну, все же думают, что это немец, но это не немец, это GM, это Chevrolet, но вот красивая тачка, вот Astra J, ну, она красивая, ну, объективно, она когда вышла в 11-м году, у всех там, ну, подщелкивалась, да, ну, там же, по-моему, даже не в 11-м, по-моему, в 10-м или в 9-м она появилась, неважно. Туда же и Круз, Opel и Astra J, это тот же самый Chevrolet и Круз, это болтон, там даже. У них механика от Кадета, у них механика конструктивна от Opel Кадет, это аннексия, если что. Ну, то есть, типа, как, как вы могли это допустить, понимаешь? А роботы, которые у них были вот эти отвратительные, ужасные, Opel на роботе, еще Ford на роботе купи, добавь себе, если вдруг интимная жизнь как-то неразнообразная, ну, пожалуйста, ужас какой. Тот же самый весь ВАГ, до, там, есть там года, когда вообще покупать не стоит. Ну, а Golf, куда, 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 куда Golf взяли? Гольф, тачка, которая класс придумала. Да, да. А Нива где, которая кроссоверов не была до Нивы, вот, пожалуйста, три кроссовера. Джимник. Короче, я предлагаю какой-то, вот, прям выкатить топчик от подкаста Любви, Катайси и Рэд Барн. Давай 20-21 век. Ну, я вот с Model A и этим, и с Жуком согласен, 100%. Где ГАЗ-66? Что в страну с колен поднял? Все возили на нем, на шишиге. Ты знаешь, с некоторых пор, мне кажется, мировое сообщество чуть подприкрыли глаз вообще на российскую статистику, и есть полное ощущение, что нас даже не учитывают и наш автомобильный опыт в этой всей истории. Ну, у нас не такой большой парк в формате планеты, ну, хорошо. Но, тем не менее, ты прав, иконы-то есть. Ну, да. И за 20-й век и... Победа. Чайка. А я вам о чем? А я вам о чем, коллега? Волга. Да. Которая 21-я. Угу. Вот. Не Волга-Сайбер. Прости, господи. Забыть бы это. Пожалуйста. Короче, мы тоже молодцы, знаете, для свою лепту внесли. Да. Но, слушай, на самом деле, вот я смотрел где-то в интернете, я натыкался на статьи, когда, помнишь, только восьмерка вышла, в 80-е годы, начало восьмерки, там, середина 80-х, по-моему, она появилась там, в начале и середине 80-х, ее ж типа Порше дорабатывали, ну, типа, там, короче, много всякого. Есть флера по поводу восьмерки. Восьмерки, ты, конечно, наши восьмерки, ладно? Да, 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 ладно, да. Я видел экспортную версию, которая производилась в Чехословакии тогда, дорабатывалась, и вот на нее был обзор, есть в интернете какая-то британская статья, сравнивали с Гольфом. Да. Ты все мои мысли вытащил сейчас из головы, я тебе тоже хотела напомнить об этих экспортных версиях, что восьмерки, что шестерки, там тоже был полный фарш вообще. И была прям супер покупка, если мужчинам удавалось урвать вот именно эти экспортные тачки. Это ты что, блин? Гуляли всем селом просто, понимаешь? В моем детстве, ты помнишь, я девочка взрослая, если парень на восьмерке... Назубили. Еще с длинным крылом. О-о-о-о! Это все. Это была мода-мода просто. В 90-х, конечно же, есть уже куча статей британских, когда официально же продавались на британском рынке восьмерки-девятки, там есть, конечно, статейки, ты такой смотришь, такой читаешь, думаешь, ёшки-матрешки, конечно, да, вы там прям поливали прям нехило. Ну, Запорожец, куда же без него? Куда же без него? Да. Да, понятно, окей, ну, как бы вопросов вообще никаких нет. Да, ну, вообще, на самом деле, есть... У меня все детство замечательно, мое прекрасное с ним связано. Я тебе рассказывала, у деда был сначала, там, понятно, что потом менял, но первая вот машина, которую я у него помню, это вот оранжевый Запорожец. Господи, мы столько на нем вообще приключений себе на садницу поймали, это же, ты что, самые теплые воспоминания вообще. Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает заботиться о ней с помощью действительно качественной автохимии. Чтобы автомобиль служил долгие годы, важно уделять внимание каждой детали. Особенно тем, которые не видно невооруженным глазом. Например, скрытым полостям кузова, дверям, порогам и лонжеронам. Ухаживать за ними помогает автоконсервант. Средство L-Trans безопасно для резины и пластика. Образует защитную воскообразную пленку и его можно наносить даже на старые средства от коррозии. Торговая марка L-Trans была создана в 1997 году группой энтузиастов, увлеченных идеей создания демократичных по цене и не уступающих по качеству импортным аналогам средств для заботы об автомобилях. Сейчас это крупнейший в России производитель автохимии и автокосметики. Основной принцип работы компании – делать высокоэффективные средства, которые доступны каждому автолюбителю. L-Trans – это не просто автохимия, это забота о вашем автомобиле. Она готова сопровождать вас в каждом путешествии, обеспечивая автомобиль надежными и эффективными средствами по уходу и обслуживанию. Переходите по ссылке в описании и узнайте больше о средствах по уходу за автомобилем. Слушай, раз уж мы пошли по своему топу, да, у нас Ford A есть, Juke согласен, Mustang согласен, вообще весь вот этот пул потерянных машин Cadillac, вот этот, который у мамы Элвиса Прессера был. Как бы мы к нему не относились, ребята, тем не менее. Красивая. Икона, икона, да. Ну что вообще? Я недавно видел вот ту же модель, только чуть более свежего, там, 70-го года в Краснодаре, но это очень странно смотреть сейчас на эту машину, потому что она нереально здоровая, в салоне там нереально мало места, там просто ты идешь, идешь, короче, идешь, 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 доходишь до салона от капота, вот ты вот пошел к стачке, спереди встал возле фар, такой идешь, идешь, о, салон, прошел салон, такой и багажник, снова идешь, такой, идешь, ну, очень, очень все это выглядит. Прямо, конечно, ух, а сколько кузовов вот этих всех фаэтонов, всяких разных лороус-ройсов старых, ну, как можно, ну, английский кэп, чем не икона машина? Ну, просто ты вспоминаешь Британию, говоришь, британская тачка, то вспоминаешь английский кэп, просто такси. Ну, вот этот вот. А, боже, дуря моя башка, конечно, конечно. Ну, или что там, вспоминаешь какой-нибудь. Тойота, вот, Тойота, управление мечтой, да ладно, нет, хорошо. Я все думала, ты шагнешь к Азиатам или нет? Да, я шагну к Азиатам, но на самом деле Королла, ну, Королла, ну, Королла, ну, Королла, ну, извините, простите. Это тоже классика, да. Форд F-150, вообще все пикапы, Супер Дьюти, которые там, ну, неважно, какой он там, вся Америка, просто это же самое, у них Лада Гранта, это Форд F-150 в Америке, ну, если мы просто берем самую популярную машину, на которой больше всего ездят, вот, пожалуйста, у нас Гранта, у них пикап здоровенный, чтобы больше, выше, сильнее, вообще, в принципе, американская школа автомобилестроения, их позиционирование когда-то нравились, а сейчас я такой, ну, как бы, вот, я бы хотел бы жить так, чтобы можно было с дурью в башке поставить себе пятилитровый мотор, у них же до топливного кризиса, если у тебя машина жрет меньше бензина, чем у соседа, значит, ты ездишь на плохой машине, ну, прекрасно, где это время прекрасно, где, ну, пожалуйста. Не вернется никогда, спойлер. Как бы мы плохо не относились к Тесле. Мистер Позитивчик. Тесла Модел С. Они сделали свое дело, да, и сказать, что мы эту тачку не заметили, ну, камон, ребят, давайте будем откровенны. Ложь и провокация. Это не так, конечно, конечно. Ой, а теперь спорные иконы. Готово? Ну, давай попробуем. Каен, первый Каен. Великолепие. Так мы что сейчас должны решить? Все-таки это икона или все-таки не икона? Ну, как бы, смотри, у нас же... Ну, просто, если вот Порше брать, то все равно 911-й победил. Ну, понятно, но если бы не было Каена, не было бы и новых 911-х, вообще Порше бы не было. А я, как всегда, я киваю, мне что остается делать? Ну, да, прав, конечно. А, Audi 100-ка? Да, да, безусловно. 80-ка, 100-ка, вот у нас в 80-х сколько в 90-х было завезено? До сих пор ездят люди. Да, 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 только хотел сказать, так, вот же, вот же. Не надо даже там что-то смотреть, искать, а не на улицах. Бочечка наша любимая, обожаемая. Вот, ауди-бочка. Вот, все, ты говоришь, и все полстраны такие. О, у меня была у деда, у меня, у бати, у кого-то, у соседа, по-любому, у кого-то была ауди-бочка. Неважно, в каком состоянии, в каком комплектации, оно ехало, и вообще все было хорошо. У этой машины класс, прям прекрасная история. Volkswagen Passat. Он же туда же. Ну, тоже, ну, туда же, куда же и гольф, туда же, куда же и транспортер. Ну, это же тоже, куда же без этих-то машин-то. А почему вот есть же куча неочевидных машинков, которые просто трудяги-работяги, которые, ну, вот, реально чуть ли не полмира перевезли, а о них все вот забывают, понимаешь ли. Нехорошо. Это какие, например? Matisse, например. Ну, допустим, хорошо, ладно. Ну, ты что, мечта многих девочек, как первой машинки, ну, было же такое? Было. Было. Слушай, я даже о нем подумывала, что уж там. Ну, ты и купила себе Matisse в итоге. Только Spark. Да, я купила Spark, только, да, немножко в другой истории. По-свежее сильно. По-свежее. И это было очень смешно, когда все дети фотографировались с моей машиной, потому что трансформеры тогда вышли, а там же Spark был представлен, и все такие... А-а-а! Это же... А-а-а! И... Давайте фотосессию. Кстати, очень хорошая, классная машинка. Идеальный вариант для девочки в городе. Чувствовала себя владельцей Камары в этот момент? Нет. Нет? К сожалению, нет. Ну, ты что, куда? Камон. Ну, Шевроле и Шевроле, да? Слушай, я вспоминаю еще, что у меня всплывает в голове, надо быстренько... Естественно, я прям перестану с тобой записывать следующие эпизоды, если ты в наш рейтинг не включишь мини-кубер. Да, конечно, но куда без него? Фу, все, хорошо. Обычный, не кантримен, не клабман. Обычный кубер. Обычный, классический, вот этот вот, прекрасный. Как называется этот автобусик, который перевозил всех хиби мира? Фольксвагеновский, да? Да-да-да, ну, Фольксваген Т1, по-моему, вот. Да-да-да, тоже, мне кажется, зря его никуда не включают, потому что, по мне, так это тоже икона. Смарт? Да! Да! У меня даже, я помню, была энциклопедия популярной технологии 2002 года в моем юношестве, и там был смарт. Вот, ну, современный, новый, когда он только-только, когда он в 99-м появился, ну, ты что, все такие, типа, вот на этом брелоке ездить? А ты ездил на смарте? Нет, я, к сожалению, не управлял этой тачкой, но мне было всегда интересно. Мне тоже вот интересно, я тоже не управляла. Но я уверена, этот день настанет, потому что, вот, например, в Белграде их миллиард. Ну, Fiat 500 туда же же, да. Естественно, конечно. По поводу, кстати, смарта, вот я на серьезных щах думал после лайнсера покупать себе смарт-фофо, который четырехдверочка. Это же Рено, по факту, как и все переднеприводные у Мерседеса. Это моторы Рено, подвески Рено. Вот, куплю себе Логан задорого, наверное. Логан, пожалуйста. Вот мы забыли про Логан и про Форд Фокус 2. Тоже бестселлеры. Я не забыла, я хотела тебе об этом сказать. У меня Логан прям вот так вот лампочкой сейчас в голове мельтешил. Послушайте, коллега, мы не можем не вспомнить Арсений о Мазде. Какой? Тройке. Ну, как-то вот мимо меня. Вот Миата, которая Родстер МХ5, вот она, да. А вот Тройка. Ну, да, я согласен, что в глазах, смотрящих, да, в глазах людей очень много это было популярно. Сейчас вообще не популярно, кстати, эта машина никому не нужна уже. И Шестерка, и Тройка. А раньше это прям культ-культ был. Просто культецкий культ. Да. Я помню это помешательство просто на Маздах Тройках. У девочек это была просто истерия. Просто истерия. Да. Если ты на Красной Тройке, Мазде, ты королевишна просто. Ты победительница по жизни. Ты помнишь эту песню, да? За рулем Мазды красненькая, жизнь кажется такой классненькой. Ауди ТТ? Да. Второго поколения. Где они? Первое, нет. Первое, пока. Второе, да, вот прям классно. Р-8. Да. Современная классика. Тоже? Да. Все классно. Астон Мартин. Прости, господи, ДБ-9. 10, 11, вот это все. Ну, ДБ-9. Давай так. Вот я из всех Астон Мартинов, мне только ДБ-9 нравится. Ну, и классический серебристый. Он самый из того Бонда. Он ноталдовый. Ну, вопросов нет. Абсолютно никаких. Прям вот заходите, присаживайтесь. К Лэнсу Строула вопросов больше, чем к Астон Мартину. Да. Да. Именно так. Как мы тут с тобой, да? Сошлись в едином паре. Ну, Феррари, куда же мы без Феррари-то? Форза Феррари. Никуда. Где Феррари все? Что, я понимаю, что Феррари должна быть красной, или что, не пускают вас, же все обиделись на Феррари. Как же без Феррари? Без Альфа Ромео с удовольствием. Никогда не покупайте Альфа Ромео. А вот Феррари. Слушай, ну не надо, пожалуйста, Альфа Ромео как-то из нашего списка выкидывать. Выкину. А что в ней хорошего? Да нет, мы сейчас не обсуждаем, что хорошего или что плохого. Но просто если мы говорим о Фордах, Мустангах, там, Феррари и прочим-прочим, ну нельзя не вспомнить об Альфа Ромео. Мне кажется, это тоже классическая история. Помним, любим, нет. Феррари! Блин, ладно, хорошо. Ну слушай, ну слушай, ну слушай, ну не считай, у меня закрыт по Феррари. Я себе в 32 годика купил модельку машинки Феррари, понимаешь? Понимаю очень тебя. Дошло, вот это все. Я просто вчера сижу, мне грустно, скучно, одиноко. Я такой, как бы себе в офисе сделать стол посимпатичнее. Надо купить машину, модельку Формулы-1 от Феррари. Вот. Думаю, Сальца или Леклера покупать. Думаю, что, 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 кого, какую вариацию? Я такой, ну, Хэмилтона еще ж нет, спойлеры. Вот. В 26-м, в 25-м только будет. Так что ждем, ждем, значит, все. Ну и, соответственно, раз уж мы, я уж про Формулу заговорил, ну, Формула-1, болиды Формулы-1, ну, это, в принципе, олицетворение автоспорта, как вот машина с открытыми колесами. Ты смотришь, такой вот, ну, икона. Да. Ты хоть раз была на гонке Формулы-1? Нет. Когда-нибудь, когда вот поменяется регламент, вернуть нормальные моторы, очень рекомендую там побывать. Хотя бы рядышком. Я на гонке не был, я был рядышком вот в Сириусе, в Сочи. То, что показывают по телеку или ты смотришь трансляцию, это вообще не то же самое, какой звук там на самом деле. Это отвал лица. Вот я из-за звука и не хочу. Так, вот наоборот, в том-то и кайф. Когда мимо тебя вот этот весь... А у тебя грудная клетка... Ну, там беруши, если что, продают. А, да? Да, прям. Тогда можно. У меня есть прям сувенирочка формульная, беруши. Это еще регламент предыдущий, до 22-го года, который был у тачки там. Которые вот эти самые большие, 6-метровые, здоровые, дуры, быстрые самые были. Которые... Звук там, конечно. Это сейчас-то у этого вышествия несчастного. А вот когда раньше 12 лет 10 был. Друзья, можно бесконечно... Абсолютно. Говорить об машинах, которые определяют эпоху автомобилестроения. Мы 100% не упомянули еще 50 миллиардов тысяч миллионов моделей. И, пожалуйста... Предлагаю, Махач, в комментариях, как всегда. Напишите хотя бы свой топчик из трех. Да, топ-3. Топ-5, топ-10. Да. Ну, а что у вас там о фантазии хватит? Мы посмотрим. Сошлись наши мнения, не сошлись нам всегда. С Арсением очень интересно. Мы тут сидим со своей колокольной, рассуждаем. Два любящих водить человечка. Не сказать, что мы прям какие-то спецы со своей обладательской точки зрения. О том, о всем разговариваем. И знаем, что вам все это нравится. Получайтесь в беседу, пожалуйста. Вот ты топишь за Купер, да? Во всех топах. А я-то дурак. Я-то забыл две культивейшие машины. Ну, давай, напоследок. Ну, Лансер Эволюшн, конечно же, и Субару в RX STI. Ну, конечно же. Ну, когда-то давно оно все было таким. И вот это вот та эпоха, о которой прям сильно скучательна. Потому что в RX STI еще хоть как-то жива, хоть в каких-то итерациях. Лансер Эволюшн, все, он уже ушел и не вернется. А если вернется в виде кроссовера, как Эклипс. По рукам надавать вам концерн. Сталантис. Ну, посмотрим, как будет. Нет, что нет, не Сталантис. Торино, Ниссан, Митсубиси и вот это все. Короче, неважно, какая у вас тачка. Тачка мечты или только первый пепелац, который куплен, лишь бы куда-то ехать. Все равно мы все любим кататься. И опыта набраться, да. Да, поэтому любим кататься, любим и катаемся. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова